Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волной снесёт в море береговой утёс, меньше станет Европа, и также, если смоет край мыса, или разрушит замок твой, или друга твоего. Смерть каждого человека умоляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Джон Дон. Он лежал на усланной сосновыми иглами бурой земле, уткнув подбородок в скрещенные руки, а ветер шевелил над ним верхушки высоких сосен. Склон в этом месте был не крутой, но дальше обрывался почти отвесно, и видно было, как чёрной полосой вьётся по ущелью дорога. Он разложил на земле карту и внимательно вгляделся в неё. Старик смотрел через его плечо. Это был невысокий коренастый старик в чёрной крестьянской блузе и серых штанах из грубой ткани. На ногах у него были сандалии на верёвочной подошве. Он ещё не отдышался после подъёма и стоял, положив руку на один из двух тяжёлых рюкзаков. Молодой человек, изучавший местность, достал бинокль из кармана линялой фланелевой рубашки цвета хаки, протёр платком стёкла и стал подкручивать окуляры, пока все очертания не сделались вдруг чёткими. Река отсюда казалась спокойной и тихой, и в бинокль было видно, как над прядями водоската разлетаются по ветру брызги. «Нам нужны будут люди», — сказал он. «Сколько человек ты можешь дать?» «Можно привезти, сколько угодно», — сказал старик. «Тут в горах теперь людей много. Сколько человек тебе понадобится?» «Это я скажу, когда осмотрю мост». «Ты хочешь осмотреть его сейчас?» «Нет. Сейчас я хочу идти туда, где можно спрятать динамит. Как тебя зовут?» «Я забыл». Он подумал, что это дурной знак, то, что он забыл. «Ансельма», — сказал старик. «Меня зовут Ансельма. Я из Барка до Авила. Давай, я помогу тебе поднять мешок». Молодой, он был высокий и худощавый, с выгоревшими светлыми волосами, с обветренным и загорелым лицом, в линялой фланелевой рубашке, в крестьянских штанах и сандалиях на веревочной подошве, нагнулся, просунул руку в ременную лямку и взвалил тяжелый рюкзак на плечи, потом надел другую лямку и поправил рюкзак, чтобы тяжесть пришлась на всю спину. Рубашка на спине еще не просохла после подъема на гору. «Ну, я готов», — сказал он. «Куда идти?» «Верь», — сказал Ансельма. Согнувшись под тяжестью рюкзаков, обливаясь потом, они стали взбираться по склону густо поросшему сосняком. Тропинки не было видно, но они все поднимались и поднимались, то прямо, то в обход, потом вышли к неширокому ручью, и старик, не останавливаясь, полез дальше вдоль каменистого русла. Теперь подъем стал круче и труднее, и, наконец, впереди выросла гладкая гранитная скала, откуда ручей срывался вниз, и здесь старик остановился и подождал молодого. «Ну, как ты?» «Ничего», — сказал молодой. «А далеко еще?» «Совсем близко. Как тебя зовут?» «Роберто», — ответил молодой. Он спустил рюкзак с плеч и осторожно поставил его между двух валунов у ручья. «Так вот, Роберто, подожди здесь. Я вернусь за тобой». «Хорошо», — ответил молодой. Он сел возле рюкзаков и стал глядеть, как старик взбирается на скалу. Взбирался он без труда, и потому как он быстро, почти не глядя, находил места для упора, ясно было, что он проделывал этот путь уже много раз. Но жившие там наверху заботились, чтобы не было никакой тропы. Роберт Джордан, так звали молодого, мучительно хотел есть, и на душе у него было тревожно. Чувство голода было для него привычным, но тревогу ему нечасто приходилось испытывать, так как он не придавал значения тому, что может с ним случиться. А кроме того, знал по опыту, как просто передвигаться в тылу противника в этой стране. Передвигаться в тылу было так же просто, как переходить линию фронта. Был бы только хороший проводник. Все лишь тогда становится трудным, когда придаешь значение тому, что может случиться с тобой, если поймают. Да еще трудно решать, кому можно довериться. Людям, с которыми работаешь вместе, нужно доверять до конца или совсем не доверять. Вот и приходится решать, кто заслуживает доверия. Но это все не тревожило его. Тревожило другое. Ансельма был хорошим проводником и умел ходить в горах. Роберт Джордан и сам был неплохой ходок. Но за несколько часов пути, они вышли еще до рассвета, он убедился в том, что старик может загнать его насмерть. До сих пор Роберт Джордан доверял Ансельму во всем, кроме его суждений. Не было пока случая испытать правильность его суждений. И в конце концов, за свои суждения каждый отвечает сам. Да, Ансельма его не тревожил. И задача с мостом была не труднее многих других задач. Нет такого моста, которого он не сумел бы взорвать, ему уже приходилось взорвать мосты всяких размеров и конструкций. В рюкзаках было достаточно динамита и всего, что необходимо, чтобы взорвать этот мост по всем правилам. Даже если он вдвое больше, чем говорит Ансельма, и чем запомнился ему самому еще с 1933 года, когда он, путешествуя в этих местах, переходил его на пути в Лагранху. Взорвать мост... Это еще не все, сказал тогда Гольц, водя карандашом по большой карте, его бритая вся в шрамах голова заблестела при свете лампы. Вы понимаете? Да, я понимаю. Это почти что ничего. Просто взять и взорвать мост – это равносильно провалу. Да, товарищ генерал. Взорвать мост в точно указанный час, сообразуясь с временем, назначенным для наступления. Вот что нужно. Вы понимаете? Вот что нужно и вот что от вас требуется. Последние 200 ярдов спуска они прошли, держась в тени деревьев, осторожно перебегая от одного к другому, и остановились тогда, когда до моста, видневшегося за последними соснами крутого склона, осталось не более 50 ярдов. Солнце еще не спряталось за вершиной горы, и мост в его лучах казался черным над пустотой провала. Мост был стальной, однопролетный. У обоих концов его стояли будки часовых. Он был настолько широк, что на нем свободно могли разойтись два автомобиля, и его прочная, изящная металлическая арка перетягивала глубокую теснину, на дне которой белый от пены бежал по камням ручей, стремясь к реке, протекавшей в ущелье. Роберту Джордану приходилось смотреть против солнца, и он видел только силуэт моста. Но солнце садилось, и скоро совсем зашло, и теперь, когда свет уже не бил в глаза, он глянул сквозь деревья на бурую округлую гору, за которой оно скрылось, и увидел, что склон ее порос нежной молодой зеленью, а у самого гребня лежат еще полосы не стаившего снега. Потом он снова перевел глаза на мост, спеша использовать внезапно наступившие короткие минуты нужного ему освещения, чтобы разглядеть конструкцию моста. Подорвать его будет нетрудно. Продолжая свои наблюдения, он вынул из нагрудного кармана записную книжку, беглыми штрихами набросал чертеж. Он чертил быстро и с удовольствием. Приятно было, что, наконец-то, задача ясна, приятно, наконец, приступить к ее выполнению. Он закрыл книжку, вставил карандаш в кожаную петлю, положил книжку в карман и застегнул его на пуговицу. Пока он чертил, Ансельма наблюдал за дорогой, мостом и будкой часовых. Он считал, что они подошли к мосту слишком близко, и потому облегченно вздохнул, когда Роберт Джордан кончил рисовать. Застегнув карман на пуговицу, Роберт Джордан вытянулся на земле и осторожно выглянул из-за сосны, и тогда Ансельма тронул его за локоть и указал пальцем в сторону моста. В будке у ближнего конца моста лицом к дороге сидел часовой, поставив между колен винтовку с примкнутым штыком и курил сигарету. На нем была вязаная шапочка и плащ, похожий на одеяло. На расстоянии 50 ярдов лица нельзя было разглядеть. Роберт Джордан поднял глазам полевой бинокль, тщательно прикрывая сверху ладонями стекла, хотя солнца уже не было, и заблестеть они не могли. И сразу перила моста придвинулись так близко, что, казалось, стоит протянуть руку и коснешься их. И лицо часового придвинулось так близко, что видны стали впалые щеки и пепел на кончике сигареты и маслянистый блеск штыка. Роберт Джордан передал бинокль Ансельма, вытянувшемуся рядом с ним на земле, старик усмехнулся и покачал головой. Я его вижу. Он говорил, почти не шевеля губами, и это выходило тише самого тихого шепота. Часовой встал, прислонил винтовку к стене и потянулся, потом снова взял ее, перекинул через плечо и вышел на мост. Ансельма вплотную припал к земле, а Роберт Джордан сунул бинокль в нагрудный карман и спрятал голову за ствол сосны. — Пусть он отойдет подальше. Тогда мы двинемся, — сказал Роберт Джордан. — Мы слишком близко. Ты все рассмотрел, что тебе нужно. — Да, все, что мне нужно. После захода солнце сразу стало холоднее. Позади на вершинах гор меркли последние отцветы солнечных лучей и кругом быстро темнело. — Ну, как тебе кажется? — тихо спросил Ансельма, не спуская глаз часового, который шагал по мосту ко второй будке. Его штык поблескивал в последних лучах. Фигура казалась бесформенной от неуклюжего плаща. — Все очень хорошо, — сказал Роберт Джордан. — Очень, очень хорошо. — Рад слышать, — сказал Ансельма. — Что ж, пойдем. Теперь он нас не может увидеть. Часовой стоял спиной к нему дальнего конца моста. Из тиснины доносился шум воды, бегущей по камням. Потом сквозь этот шум донесся другой шум, мерный, нарастающий рокот, и они увидели, что часовой поднял голову и смотрит вверх так, что его вязаная шапочка съехала на затылок. И тоже подняв головы, они увидели в высоком вечернем небе три самолета, летевшие клином. Крохотные и серебряные на этой высоте, где еще светило солнце, самолеты с невероятной быстротой неслись по небу под мерный гул моторов. «Наши?» спросил Ансельма. «Как будто да», сказал Роберт Джордан, но он знал, что на такой высоте никогда нельзя определить точно. Это вечерняя разведка, о чьей неизвестно, но когда видишь летящие истребители, всегда говоришь «наши», потому что от этого людям спокойнее. Бомбардировщики – другое дело. Ансельма, видимо, думал о том же. «Это наши», – сказал он. «Я узнаю их». Можно было навести бинокль и сразу все выяснить, но Роберту Джордану не хотелось этого делать. Сегодня вечером ему все равно, чьи они. Если старику приятно думать, что они наши, не нужно отнимать их у него. Впрочем, когда самолеты ушли в сторону Сеговии, он подумал, что они совсем не похожи на наши. Силуэт был другой. Нет, это возвращается фашистская разведка. Часовой все еще стоял у дальнего конца моста спиной к ним. «Пойдем», – сказал Роберт Джордан. Он стал подниматься в гору, ступая осторожно и стараясь держаться под прикрытием сосен, пока не отошел настолько, что его нельзя было увидеть с моста. Ансельма следовал за ним на расстоянии сотни ярдов. Когда они отошли достаточно далеко, Роберт Джордан остановился, подождал старика, пропустил его вперед, и они полезли в темноте дальше по крутому склону. «У нас сильная авиация», – довольным тоном сказал старик. «Да, и мы победим?» «Мы должны победить». «Да, а тогда, после победы, ты приезжай поохотиться». «На кого?» «На кабана, на медведя, на волка, на горного козла». «Ты любишь охоту?» «Ох, люблю!» «Ничего так не люблю. У нас в деревне все охотники. А ты не любишь?» «Нет», – сказал Роберт Джордан, «я не люблю убивать животных». «А я наоборот», – сказал старик. «Я не люблю убивать людей». «Этого никто не любит. Разве те, у кого в голове неладно», – сказал Роберт Джордан. «Но я не против, когда это необходимо, когда это надо ради общего дела». «Все-таки это совсем другое», – сказал Ансельмо. «Тебе случалось убивать?» – спросил Роберт Джордан, как будто роднящая темнота вокруг и прожитый вместе день дали ему право на этот вопрос. «Да, несколько раз, но без всякой охоты. По-моему, людей убивать грех, даже если это фашисты, которых мы должны убивать». «Но ты убивал?» «Да, и буду убивать. Но если я еще поживу потом, то постараюсь жить тихо, никому не делая зла. И это все мне проститься». «Кем проститься?» «Не знаю. Теперь ведь у нас Бога нет. Ни Сына Божия, ни Святого Духа. Кто же должен прощать? Я не знаю». «А Бога нет?» «Нет, друг, конечно, нет. Если бы он был, разве он допустил бы то, что я видел своими глазами? Но все равно, есть ли Бог, нет ли, а убивать грех, отнять жизнь у другого человека – это дело не шуточное. Что бы выиграть войну, нужно убивать врагов. Это старая истина». «Верно, на войне нужно убивать. Но знаешь, какие у меня чудные мысли есть?» Сказал Ансельма. Они теперь шли совсем рядом в темноте, и он говорил в полголоса, время от времени оглядываясь на ходу. «Я бы даже епископа не стал убивать. Я бы не стал убивать ни помещика, ни другого какого хозяина. Я бы только заставил их всю жизнь изо дня в день работать так, как мы работаем в поле или в горах на порубке леса. Чтобы они знали, для чего рожден человек. Пусть спят, как мы спим, пусть едят то, что мы едим. А самое главное, пусть работают. Это им будет наука». «Что же, они оправятся и опять тебя скрутят. Если их убивать, это никого ничему не научит», сказал Ансельма. «Всех не перебьешь, а молодые подрастут, еще больше ненавидеть будут. От тюрьмы тоже проку мало. В тюрьме только сильнее ненависть. Нет, лучше пусть всем нашим врагам будет наука». «Но все-таки ты ведь убивал». «Да», – сказал Ансельма. «Много раз убивал и еще буду убивать. Но без всякой охоты и помня, что это грех. Ты когда-нибудь бывал в бою?» «Нет», – сказал старик. «Мы дрались в Сегове в самом начале войны, но нас разбили, и мы побежали. Я тоже бежал вместе с другими. Мы не очень хорошо понимали то, что делали, и не знали, как это надо делать. А потом они стреляли много и хорошо стреляли. А мы перед ними были как стадо овец». Он помолчал. Потом спросил. «Ты думаешь, у моста будет бой?» «Может быть. Я еще никогда не видел боя так, чтобы не бежать», – сказал Ансельма. «Не знаю, как я себя буду вести в бою. Я человек старый, вот я и подумал об этом». «Я тебе помогу», – ответил ему Роберт Джордан. «А ты часто бывал в боях?» «Несколько раз». «Я сделаю все, что от меня потребуется», – сказал Ансельма. «Но я помню, как было в Сегове, и если будет бой или хотя бы перестрелка, я хотел бы знать точно, что мне делать, чтобы не бежать. Я помню, в Сегове меня так и подмывало побежать». «Мы будем вместе», – ответил ему Роберт Джордан. «Я тебе всякий раз буду говорить, что нужно делать». «Тогда все очень просто», – сказал Ансельма. «Что мне прикажут? «Я все сделаю». «Наше дело – мост и бой, если бой завяжется», – сказал Роберт Джордан. И эти слова в темноте показались ему немножко напыщенными, но по-испански они звучали хорошо. «Это очень интересное дело», – сказал Ансельма. И, услышав, как он произнес это просто и искренне и без малейшей рисовки, не применьшая опасности, как сделал бы англичанин и не бравируя ею на романский лад, Роберт Джордан порадовался, что у него такой помощник. И хотя он уже осмотрел мост и все продумал и упростил задачу, отказавшись от плана захватить оба поста, а тогда уже взорвать мост, как обычно. Внутренне он противился приказу Гольца и тому, чем был вызван такой приказ. Он противился потому, что знал, чем это может кончиться для него и чем это может кончиться для старика. Ничего хорошего не сулит этот приказ тем, кому придется его выполнять. Стыдно так думать, сказал он себе. Разве ты какой-нибудь особенный? Разве есть вообще особенные люди, с которыми ничего не должно случаться? и ты ничто, и старик ничто, вы только орудия, которые должны делать свое дело. Дан приказ, приказ необходимый, и не тобой он выдуман. Есть мост, мост, и этот мост, может оказаться стержнем, вокруг которого повернется судьба человечества. И все, что происходит в эту войну, может оказаться таким стержнем, вокруг которого повернется судьба человечества. и все, что происходит в эту войну, может оказаться таким стержнем. У тебя есть одна задача, и ее ты должен выполнить. Ха! Как бы не так. Одна задача, подумал он. Если бы дело было только в ней, все было бы просто. Довольно ныть, болтливое ничтожество, сказал он себе, подумай о чем-нибудь другом. И он стал думать о девушке Марии, у которой и кожа, и волосы, и глаза одинакового золотисто-каштанного оттенка. Только волосы чуть потемнее, но они будут казаться более светлыми, когда кожа сильнее загорит на солнце. Ее гладкая кожа, смуглота которой как будто просвечивает сквозь бледно-золотистый верхний покров. Наверное, кожа у нее очень гладкая, и все тело гладкое, а движения неловкие, как будто что-то такое есть в ней или с ней, что ее смущает, и ей кажется, что это всем видно, хотя на самом деле этого не видно. это только у нее в мыслях. И она покраснела, когда он смотрел на нее. Вот так она сидела, обхватив руками колени. ворот рубашки распахнут, и груди круглятся, натягивая серую ткань. И когда он подумал о ней, ему сдавило горло, и стало трудно шагать, и они шли молча пока старик не сказал. Вот, теперь пройди через эту расселину, а там и лагерь. Он шел рядом с ней, но голова его была занята проблемой моста, и все рисовалось ему так ясно, и четко, и рельефно, как в объективе фотоаппарата при хорошей наводке на фокус. Он видел оба поста, откуда ансельм и цыган ведут наблюдения. Он видел пустую дорогу и видел, как по ней проходят войска. Он видел место, где он установит оба ручных пулемета, чтобы получить наиболее удобное поле обстрела. «А кто будет стрелять из них?» подумал он. «Под конец я сам, а в начале кто?» Он заложил динамитные шашки, закрепил и соединил их, вставил капсюли, провел шнур, сцепил концы и вернулся туда, где остался старый ящик с детонатором. И тут он стал думать обо всем, что могло случиться и что могло помешать делу. «Перестань», сказал он себе. «Только что ты целовал эту девушку и голова у тебя теперь ясная, совершенно ясная, а ты уже начинаешь тревожиться. Одно дело думать о том, что нужно, а другое дело тревожиться. Не тревожься. Нечего тебе тревожиться. Ты знаешь, что тебе, быть может, придется сделать. И ты знаешь, что может случиться. Конечно, это может случиться. Ты пошел на это, зная, за что борешься. Ты борешься как раз против того, что ты делаешь, что тебе приходится делать ради одной лишь возможности победы. Вот и теперь ты должен использовать этих симпатичных людей так, как используют в интересах дела солдат, которым не испытывают никаких чувств. Видно, все-таки Пабло умнее всех. Он сразу смекнул, чем это пахнет. Женщина та всей душой за это с самого начала, но постепенно и она начинает понимать, о чем в сущности идет речь, и это уже сказалось на ней. Эль Сорда сразу во всем разобрался и готов сделать, что нужно, но приятного для него в этом мало, так же, как и для тебя, Роберт Джордан. Значит, ты думаешь не о том, что будет с тобой, а о том, что будешь женщиной с девушкой и с остальными. Ты это хочешь сказать? Хорошо. А что было бы с ними, если бы ты не пришел сюда? Что было с ними, как они жили до того, как ты сюда пришел? Да. Ничего не выиграешь, решив не мешаться в их жизни. Только будет соблюден принцип, что каждый человек живет сам по себе, и нельзя вмешаться ни в чью жизнь. Он участвует в этой войне, потому что она вспыхнула в стране, которую он всегда любил, и потому что он верит в республику и знает, что если республика будет разбита, жизнь станет нестерпимой для тех, кто верил в нее. На время войны он подчинил себя коммунистической дисциплине. Здесь, в Испании, коммунисты показали самую лучшую дисциплину и самый здравый и разумный подход к ведению войны. Он признал их дисциплину на это время, потому что там, где дело касалось войны, это была единственная партия, чью программу и дисциплину он мог уважать. Мария была тяжелым испытанием для его фанатизма. Решимости его она не поколебала, но ему теперь очень не хотелось умирать. Он охотно отказался бы от геройской или мученической кончины, он хотел подольше быть с Марией. Вот, собственно говоря, и все. Он хотел очень, очень долго быть с Марией. Едва ли для него еще существует то, что называется очень долго, но если бы оно существовало, он хотел бы провести его с Марией. Мы могли бы поселиться в отеле, ну, скажем, под именем доктора и миссис Ливингстон, подумал он. А почему бы ему не жениться на ней? Ну, конечно, подумал он. Мы поженимся, и будем тогда мистер и миссис Джордан из Сан-Вэли, штат Айдахо, или из Корпус-Кристи, штат Техас, или из Бютон, штат Монтана. Интересно, как примут Марию в Миссуле, штат Монтана. Если, конечно, мне удастся вернуться на мою старую службу в Миссуле. Боюсь, что я там окончательно прослыл красным, и меня занесли в черный список. Хотя, кто его знает, может быть, и нет. Ведь они понятия не имеют, что я здесь делаю. Да и не поверили бы никогда, если бы им рассказать. А испанскую визу я получил еще до того, как ввели ограничения. Мой срок истекает только осенью 37-го года. Я уехал летом 36-го, хотя отпуск у меня ровно на год. Вернуться я должен к началу осеннего семестра, не раньше. До начала осеннего семестра времени еще много, и до послезавтра времени еще много, если уж на то пошло. Нет, насчет университета, я думаю, можно не беспокоиться. Нужно только вернуться к началу осеннего семестра, и все будет в порядке. Только постараться вернуться к началу осеннего семестра. А все-таки странной жизнью я живу вот уже долгое время. Черт его знает, да чего странной. С Испанией связана твоя профессия и твоя служба, и нет ничего удивительного в том, что ты поехал в Испанию. Летом тебе не раз приходилось работать на строительстве различных технических сооружений или на прокладке лесных дорог, или в артиллерийском парке. И ты научился обращаться с динамитом, поэтому в том, что ты взялся за работу подрывника, тоже ничего удивительного нет. Работа как работа. Вот только всегда нужно торопиться. Как только работа подрывника становится для тебя технической задачей, ты больше ничего, кроме технической задачи, в ней не видишь. Но тут есть еще много другого, что совсем не так просто. Хотя, по правде сказать, ты довольно легко с этим свыкся. Например, тут всегда старательно ищешь наиболее благоприятные условия для убийства, неизбежно связанного с работой подрывника. разве разве громкие слова делают убийство более оправданным? Разве от этих громких слов оно становится более приятным делом? Ты что-то уж очень охотно взялся за это, если хочешь знать. И на что ты будешь похож, или точнее сказать, на что ты будешь годен, когда окончится твоя служба республики, предвидеть довольно трудно. Но вероятно, ты от всего этого освободишься, написав про это, подумал он. Как только ты про это напишешь, все пройдет. И книга будет хорошая, если тебе удастся написать ее, гораздо лучше той. Но пока что в жизни ты можешь рассчитывать только на сегодня и завтра. Сегодня и завтра. И так будет и дальше, надеюсь, подумал он, и поэтому используй то время, которое у тебя есть, и будь благодарен. А если с мостом кончится плохо? Не похоже, чтобы кончилось хорошо. Зато с Марией все было хорошо. Разве нет? Ну разве нет, подумал он. Может быть, это все, что я еще могу взять от жизни. Может быть, это и есть моя жизнь. И вместо того, чтобы длиться 70 лет, она будет длиться только 48 часов. Или 70 часов. Вернее, 72. Трое суток по 24 часа. Это как раз и будет 72 часа. вероятно, за 70 часов можно прожить такую же полную жизнь, как и за 70 лет. Если только жил полной жизнью раньше, до того, как эти 70 часов начались, если уже достиг известного возраста. Что за чушь, подумал он, до чего можно дойти, когда вот так разговариваешь сам с собой, самая настоящая чушь. А может быть, и не такая уж чушь. Я не принадлежу к романтикам, воспевающим испанскую женщину, и никогда не придаю здесь случайной встрече большего значения, чем случайным встречам в любой другой стране. Но когда я с Марией, я люблю ее до того, что мне вправду хочется умереть. А я никогда раньше не верил, что так бывает, и что это может случиться со мной. Так что если придется 70 лет жизни променять на 70 часов, мне есть чем произвести обмен. И я рад, что я знаю об этом. Если для меня не существует того, что называется очень долго или до конца дней или навеки вечные, а есть только сейчас, что значит надо ценить то, что сейчас. И я этим счастлив. Ну что ж, они это сделают все вместе, и теперь уже недолго осталось ждать. Правда, успех кажется все более и более сомнительным. Такое дело нельзя делать утром. Ведь уходить можно только с наступлением темноты, а продержаться здесь целый день немыслимо. Но если бы удалось дождаться наступления темноты, то можно было бы пробраться назад в лагерь, а тогда все еще может быть обойдется. Ну хорошо, а если все-таки попытаться уйти при дневном свете, что тогда? Удивительная вещь. Каждый раз решаешь, что вот это настоящее, а под конец оказывается, что ничего настоящего в этом нет и так всю жизнь. Ведь никогда еще такого, как сейчас не было, и ты уже решил, что этого у тебя никогда не будет. И вот придя на такое гиблое дело, взявшись с помощью двух жалких горсточек партизан взорвать при невыполнимых условиях мост, чтобы предотвратить контрнаступление, которое, вероятно, уже началось, встречаешь такую девушку, как Мария. Ну и что ж, это на тебя похоже. Все дело только в том, что слишком поздно ты ее встретил. Но так или иначе это случилось, и это есть, и можно смело признаться в этом. А теперь тебе не осталось и двух ночей с Марией, ни коротать век, ни жить вместе, ни иметь то, что положено иметь людям, ничего. Одна ночь которая уже миновала, один час сегодня днем, одна ночь впереди, может быть, так-то. Ни жизни, ни счастья, ни легких радостей бытия, ни детей, ни дома, ни ванной, ни чистой пижамы, ни утренней газеты, ни просыпаться вместе, чувствуя, что она рядом и ты не один. Нет, ничего этого не будет. И если ты в самом деле любишь эту девушку так, как говоришь, постарайся любить ее очень крепко и пусть будет хотя бы сильным то, что не может быть ни долгим, ни прочным, слышишь? В старину у людей уходила на это вся жизнь. А ты, если тебе выпадет две ночи, будешь считать, что тебе необыкновенно повезло две ночи, целых две ночи на то, чтобы любить, лелеять и чтить в горе и в счастье, в болезни и в смерти. Нет, не так в болезни и в здравии, покуда не разлучит нас смерть. Две ночи более, чем вероятно. Более, чем вероятно. А теперь довольно думать об этом. Хватит. Это тебе может повредить. Не делай того, что тебе может повредить. Я не знал, что способен чувствовать то, что я теперь почувствовал, думал он, что со мной может случиться такое. Я бы хотел, чтобы так было всю жизнь. Так оно и будет, сказала другая половина его существа. Так оно и будет. Ты это чувствуешь сейчас. А это и есть вся твоя жизнь. Сейчас. Больше ничего нет, кроме сейчас. Нет ни вчера, ни завтра. Сколько времени тебе потребуется на то, чтобы уразуметь это? Есть только сейчас. И если сейчас это для тебя два дня, значит два дня. Это вся твоя жизнь. И все должно быть сообразно этому. Вот это и называется прожить целую жизнь за два дня. И если ты перестанешь жаловаться и просить о том, чего не может быть, это будет очень хорошая жизнь. Хорошая жизнь не измеряется библейскими периодами времени. А потому не тревожься. Бери то, что есть, и делай свое дело. И у тебя будет очень долгая жизнь и очень веселая. Разве не весело было последнее время. Чего ты жалуешься? Такая уж эта работа, сказал он себе, и ему очень понравилась эта мысль. Главное, не те новые истины, которые узнаешь, а те люди, с которыми приходится встречаться. Он был доволен, что сумел пошутить, и он снова вернулся к девушке. «Я люблю тебя, зайчонок», сказал он ей. «Что ты такое говорила сейчас?» Ансельма, съежившись, сидел за деревом, толстый ствол которого защищал его от снега. Он крепко прижимался к стволу, руки у него были засунуты в рукава куртки, правая рука в левый рукав, левая в правой, голова по самые уши втянута в воротник. «Если придется сидеть так долго, я замерзну», думал он, и, главное, бестолку. Инглиш велел мне дожидаться смены, но ведь он не мог знать, что поднимется метель. На дороге ничего необычного не заметно, а все, что делается на том посту и на лесопилке, я уже хорошо знаю, надо возвращаться в лагерь. Каждый, у кого есть голова на плечах, сказал бы, что мне пора возвращаться в лагерь. Побуду здесь еще немножко и пойду, решил он. С приказами всегда так, слишком же они строгие, если что изменится, это в расчет не принимают. Он потер ногой об ногу, потом высвободил руки из рукавов, нагнулся, растер себе икры и постучал ногой об ногу, чтобы разогнать кровь. Здесь за деревом не так холодно, оно укрывает от ветра, но все-таки скоро надо будет встать и уйти, а то замерзнешь. Как раз в ту минуту, когда он, согнувшись, растирал себе ноги, на дороге послышался шум автомобиля. На колеса были надеты цепи, и одна ослабевшая цепь шлепала. Он посмотрел в ту сторону и увидел на заснеженной дороге машину, раскрашенную неровными мазками в зеленый и коричневый цвета. Стекла у нее были замазаны синим, чтобы ничего нельзя было увидеть снаружи, а для тех, кто сидел внутри, был оставлен небольшой полукруглый просвет. Это была машина генерального штаба, замаскированный Роллс-Ройс выпуска 1935 года, но Ансельма не знала этого. Он не мог увидеть, что в Роллс-Ройсе сидят трое офицеров, закутанных в плащи, двое на заднем сидении, третий на откидном. Офицер, сидевший на откидном сидении, смотрел на дорогу сквозь просвет в закрашенном синей краской стекле. Но Ансельма не знала этого. Они не видели друг друга. Машина промелькнула сквозь снег как раз под тем местом, где сидела Ансельма. Он разглядел шофера в наброшенном на плечи понче, его красное лицо и стальной шлем. Разглядел торчащий ствол ручного пулемета, который держал сидевший рядом с шофером ординарец. Как только машина скрыла за поворотом, Ансельма сунул руку за пазуху, вынул из нагрудного кармана рубашки два листка, вырванные из записной книжки Роберта Джордана и сделал пометку под рисунком, который обозначал легковые машины. Это была десятая по счету. Шесть уже прошли обратно, четыре еще там. Это было не больше, чем обычно проезжало по этой дороге. Но Ансельма не умел отличать Форды, Фиаты, Опели, Рено и Ситроены штаба дивизии, которая действовала в этом районе, от Роллс-Ройсов, Ланча, Мерседесов и Изота генерального штаба. Будь здесь на месте старика Роберт Джордан, он подметил бы, какие именно машины шли в ту сторону и сумел бы оценить все значение этого факта. Но Роберт Джордана здесь не было. А старик попросту отметил на леске из блокнота, что вверх по дороге прошла еще одна машина. К этому времени Ансельма уже окончательно продрог и решил идти в лагерь, не дожидаясь, когда стемнеет. Он не боялся сбиться с пути, а просто решил, что сидеть здесь бесполезно, тем более, что ветер становился все холоднее и метель не утихала. Но встав и потоптавшись на месте и посмотрев сквозь снег на дорогу, он не пошел вверх по склону, а прислонился к сосне с подветренной стороны и так и остался стоять там. Мне велено ждать, думал он. Может быть, Инглиш уже идет сюда, и если я уйду, он заплутается, разыскивая меня в такую метель. Мало ли нам приходилось страдать в этой войне из-за отсутствия дисциплины и нарушения приказов, так что уж лучше я подожду его еще немного. Но если он скоро не придет, я уйду отсюда и не посмотрю ни на какой приказ, потому что мне надо доставить донесение и замерзать насмерть сейчас не время, дел слишком много и нечего перегибать палку в другую сторону. Как холодно, думал он. Хорошо бы, Инглиш, пришел поскорее, хорошо бы, мне никого не надо было убивать в этом деле. Если потребуется, я выполню свой долг, но Инглиш сказал, что я буду при нем на мосту, а этим займутся другие. На мосту будет бой, и если я вытерплю и не убегу, значит, я сделал все, чего можно требовать в этой войне от старика. Но пусть Инглиш приходит поскорее. Хорошо бы сейчас опять очутиться у себя дома и чтобы война кончилась. Но у тебя больше нет дома, подумал он. Сначала надо выиграть войну, а раньше этого домой не вернешься. Хорошо, если бы мне не пришлось убивать, думал Ансельма. Убивать нужно, я знаю, но человеку нехорошо это делать. Ансельма был очень добрый человек, и когда ему приходилось подолгу оставаться наедине с самим собой, а он почти все время бывал один, подобные мысли об убийстве не покидали его. Было уже совсем темно, вот теперь уже можно идти в лагерь, подумал он, и все-таки что-то удерживало его у этого дерева над дорогой. Снег пошел сильнее, и Ансельма подумал, эх, если бы взорвать этот мост сегодня ночью, такую ночь ничего бы не стоило захватить оба поста, и взорвать мост, и дело с концом, в такую ночь можно сделать все, что угодно. Потом он прислонился к дереву и легонько потопал ногами, уже не думая больше о мосте. Наступление темноты всегда вызывало у него чувство одиночества, а сегодня ему было так одиноко, что он даже ощущал какую-то пустоту внутри, как от голода. В прежнее время от одиночества помогали молитвы, и часто бывало так, что, вернувшись с охоты, он бесчетное количество раз повторял какую-нибудь одну молитву, и от этого становилось легче. Но с тех пор, как началась война, он не молился ни разу. Ему не доставало молитвы, но он считал, что молиться теперь будет нечестно и лицемерно, и он не хотел испрашивать себе каких-нибудь особых благ или милостей, в отличие от остальных людей. Пусть и одинок, думал он, но так же одиноки все солдаты и все солдатские жены, и все те, кто потерял родных или близких. Жены у меня нет, но я рад, что она умерла до войны. Она бы не поняла ее. И детей у меня нет, и никогда не будет. Я и днем чувствую себя одиноким, если я ничем не занят. Но больше всего мне бывает одиноко, когда наступает темнота. И все-таки есть одно, чего у меня никто не отнимет, ни люди, ни Бог. Это то, что я хорошо потрудился для республики. Я много труда положил для того, чтобы потом, когда кончится война, все мы зажили лучшей жизнью. Я отдавал все свои силы войне с самого ее начала, и я не сделал ничего такого, чего следовало бы стыдиться. «Только об одном я жалею, что приходится убивать. Все-таки убивать большой грех, думал он, потому что это есть то самое, чего мы не имеем права делать, хотя это необходимо. Может быть, назначат дни, когда надо будет работать на государство, или придумают еще что-нибудь, чтобы люди могли снять с себя этот грех. Например, платить, как мы раньше платили церкви, подумал он и улыбнулся. Церковь умела управляться с грехами. Эта мысль понравилась ему, и он улыбался в темноте, когда подошел Роберт Джордан. Он подошел совсем тихо, и старик увидел его, когда он уже стоял у дерева. Он обнял Ансельма за плечи, притянул его к себе и крепко встряхнул. Знаешь, что, сказал он. Я рад тебя видеть. Ты даже представить себе не можешь, что это значит в этой стране найти человека на том же самом месте, где его оставил. Вот какой он чувствовал доверие и близость к нему, если решился сказать хоть слово против страны. мне тоже приятно тебя видеть, сказал Ансельма. «Но я уже собирался уходить». «Черт вспыхивает, вспыхивает, когда видишь, что хотя бы один твой фланг держится крепко. А если разобраться в том, что такое фланг, любой фланг, то можно свести его к одному человеку. Да, к одному человеку. Не такая аксиома была ему нужна, но этот человек надежен, один надежный человек. «Ты будешь моим левым флангом, когда начнется бой», думал он. «Нет, правда», сказал он Ансельма, «я ужасно рад тебя видеть». «И я рад видеть тебя», сказал старик. Сейчас, когда они взбирались по склону в темноте и ветер дул им в спину и их заносило снегом, Ансельма уже не чувствовал себя одиноким. Он перестал чувствовать свое одиночество с той минуты, как Инглиш хлопнул его по плечу. Инглиш был веселый, довольный, они шутили друг с другом. Инглиш сказал, что все идет хорошо и тревожиться не о чем. Ансельма шел радостный, ему было очень приятно думать, что он не покинул своего наблюдательного поста. Если бы он вернулся в лагерь, ничего бы плохого в этом не было. Это был бы вполне разумный и правильный поступок, принимая во внимание обстоятельства, думал Роберт Джордан. Но он остался, выполняя приказ. Выстоять на посту в такую снежную бурю это о многом говорит. Недаром по-немецки буря и атака называются одним и тем же словом штурм. они медленно взбирались по склону сквозь метель. Они тронулись лесом по склону вниз, туда, где проходила дорога. Роберт Джордан ехал вплотную за Марией. Ехать рядом с ней он не мог, мешали деревья. Он один раз ласково сдавил серому бока шинкелями, а потом только сдерживал его на крутом спуске между сосен шинкелями, говоря ему то, что сказали бы шпоры, если бы он ехал по ровному месту. Гуапа, милая, сказал он Марии. Когда надо будет пересекать дорогу, ты поезжай вторая. Первым ехать совсем не опасно, хотя кажется, что это опаснее всего. Вторым еще лучше. Они всегда выжидают, что дальше будет. А ты? Я поеду потом, когда они перестанут ждать. Это очень просто. Опаснее всего ехать в строю. Впереди он видел круглую щетинистую голову Пабло, втянутую в плечи и торчащий за спиной ствол его автомата. Он видел пилар, ее непокрытую голову, широкие плечи, согнутые колени. Один раз она оглянулась на него и покачала головой. Потом деревья впереди поредели и он увидел внизу темный гудрон дороги, а за ним зелень противоположного склона. Мы выедем примерно ярдов на 800 выше моста, подумал он. Это еще в радиусе действия пулемета, если танк успел подойти к самому мосту. Мария, сказал он, ты обгони пилар раньше, чем мы выйдем на дорогу, а потом прямо забирай по склону вверх. Она оглянулась на него и ничего не сказала. Он посмотрел на нее только раз, чтобы увериться, что она поняла. Понимаешь, спросил он. Она кивнула. Так поезжай вперед, сказал он. Она покачала головой, поезжай вперед. Нет, ответила она и, оглянувшись, покачала головой. Я поеду в свою очередь. И тут как раз Пабло вонзил шпоры в гнедого жеребца, и тот голопом проскочил последний, усыпанный сосновыми иглами откос, и перелетел дорогу меча искры из-под копыт. Остальные поскакали за ним, и Роберт Джордан видел, как они один за другим пересекали дорогу и въезжали на зеленый склон, и слышал, как у моста застрекотал пулемет. Потом он услышал новый звук. Сыщ-крак-бум! Это бум раскатилось по крестным горам, и он увидел, как на зеленом склоне взметнулся маленький фонтан земли, а над ним заклубилось облако серого дыма. Сыщ-крак-бум! Опять зашипела точно ракета, и потом бухнула, и опять брызги земли и дым на этот раз ближе к вершине склона. Цыган, ехавший впереди, остановился в тени последних сосен над дорогой. Он посмотрел на ту сторону и потом оглянулся на Роберта Джордана. «Скачи, Рафаэль!» сказал Роберт Джордан. «Вперед!» Цыган держал в руках повод вьючной лошади, которая шла, за ним мотая головой. «Брось вьючную лошадь и скачи!» сказал Роберт Джордан. Он увидел, как рука цыгана ушла назад, выше-выше, и веревка натянулась, как струна, и потом упала, и цыган, ударив пятками в бока своей лошади, уже несся через дорогу, и когда Роберт Джордан оттолкнул от себя вьючную лошадь, испуганно прянувшую на него, цыган уже был на той стороне, и голопом мчался по склону вверх, и слышен был глухой стук копыт. Цыжка! Крак! Снаряд пролетел совсем низко, и Роберт Джордан увидел, как цыган метнулся в сторону, точно затравленный зверь, а впереди него опять забил маленький черно-серый гейзер. Потом он увидел, что цыган снова скачет вверх по длинному зеленому склону, теперь уже медленнее и ровнее, а снаряды ложатся то позади него, то впереди. И потом он скрылся за складкой горы, там, где должны были ждать остальные. Нет, эту чертову вьючную лошадь я не могу взять с собой, подумал Роберт Джордан. А было бы неплохо прикрыться ею со стороны моста. Было бы неплохо, если бы она шла между мной и той 47-миллиметровкой, из которой они шпарят с моста. Черт подери, попробуй ее потащить. Он подъехал к вьючной лошади, подобрал упавший конец веревки и, ведя лошадь за собой, проехал ярдов 50 параллельно дороги в сторону противоположную мосту. Потом он остановился и, подъехав ближе к опушке, оглянулся на дорогу, натемневший на ней грузовик и на мост. На мосту копошились люди, а дальше на дороге образовалось нечто, напоминавшее уличную пробку. Роберт Джордан огляделся по сторонам и, увидев наконец то, что ему нужно было, привстал на стременах и обломал сухую сосновую ветку. Он подвел вьючную лошадь к краю обрыва над дорогой, бросил веревку и, размахнувшись, стегнул лошадь веткой по крупу. Вперед! Сказал он, и когда лошадь перебежала дорогу и стала взбираться по склону вверх, он швырнул ветку ей вслед. Ветка попала в цель и лошадь с рыси перешла на голоб. Роберт Джордан проехал еще 30 ярдов вдоль дороги. Дальше склон обрывался слишком круто. Орудие стреляло теперь почти беспрерывно, словно шипение ракеты и потом гулки, взрывающие землю удар. Ну, фашистская скотинка, вперед! Сказал Роберт Джордан серому и пустил его стремительным аллюром вниз с горы и, вылетев на открытое место, вскачь промчался через дорогу, чувствуя, как удары копыт огудрон, отдаются во всем его теле до плеть, затылка и челюстей, а потом вверх по склону и копыта нацеливались, ударяли, врезались в мягкую землю, отталкивались, взлетали, неслись и, оглянувшись назад, он увидел мост в ракурсе, в котором ни разу не видал его раньше. Он был виден в профиль, не сокращенный в перспективе, и посредине его зиял пролом, и за ним на дороге стоял маленький танк, а за маленьким танком большой танк с пушкой, дуло которое было направлено прямо на Роберта Джордана, и оно вдруг сверкнуло ослепительно желтым точно медное зеркало, и воздух с треском разодрался прямо над шеей серого, и не успел он отвернуть голову, как впереди взметнулся фонтан камней из земли, вьючная лошадь шла перед ним, но она слишком уклонилась вправо и уже начинала сдавать, а Роберт Джордан все скакал и скакал, и глянув в сторону моста, увидел длинную вереницу крузовиков, остановившуюся за поворотом, теперь с высоты все было очень хорошо видно, и тут опять сверкнула желтая вспышка предвещая новое сышь, и бум, и снаряд лег, недолетев, но он услышал, как посыпались металлические осколки вперемешку со взрытой землей, впереди он увидел остальных, они сгрудились на опушке леса и ждали его, и он сказал, вперед, лошадка, он чувствовал, как тяжело дышит лошадь от подъема, который становится все круче, и увидел вытянутую серую шею и серые уши торчком, и он наклонился и потрепал лошадь по серой потной шее, и опять оглянулся на мост, и увидел яркую вспышку над грузным приземистым грязного цвета танком там, на дороге, но шипения он не услышал, только грохнуло оглушительно, звонко, с едким запахом, точно разорвало паровой котел, и он оказался на земле, а серая лошадь на нем, и серая лошадь била в воздух копытами, а он старался высвободиться из-под нее, двигаться он мог, он мог двигаться вправо, но когда он двигался вправо, его левая нога оставалась неподвижной под лошадью, потом он понял, что произошло, и как раз в это время серая лошадь привстала на колени, и правая нога Роберта Джордана, выпроставшись из стремени, скользнула по седлу и легла на землю, и он обеими руками схватился за бедро левой ноги, которая по-прежнему лежала неподвижно, и его ладони нащупали острый конец кости, выпиравшей под кожей. Серая лошадь стояла почти над ним, и он видел, как у нее ходят рёбра, трава под ним была зелёная, и в ней росли луговые цветы, и он посмотрел вниз, увидел дорогу, теснину, мост, и опять дорогу, и увидел танк, и приготовился к новой вспышке. Она сейчас же почти сверкнула, но шипения опять не было слышно, только сразу бухнула, и запахла взрывчаткой, и когда рассеялась туча взрытой земли и перестали сыпаться осколки, он увидел, как серая лошадь мирно села на задние ноги рядом с ним, точно дрессированная в цирке, и сейчас же, глядя на сидевшую лошадь, он услышал её странный хрип. Потом примитиво и Агустин, подхватив его подмышки, тащили на последний подъём, и левая нога, задевая за землю, проворачивалась в новом суставе. Один раз прямо над ними просвистел снаряд, и они бросились на землю, выпустив Роберта Джордана, но их только обсыпало сверху землёй, и когда стих град осколков, они опять подхватили его и понесли. Наконец они добрались с ним до врага в лесу, где были лошади, и Мария, Пилар и Пабло окружили его. Мария стояла возле него на коленях и говорила «Роберто, что с тобой?» Он сказал, обливаясь потом, левая нога сломана на море. «Мы тебе её перевяжем», сказала Пилар, «поедешь вот на этом». Она указала на одну из вьюченных лошадей. «Снимайте поклажу». Роберт Джордан увидел, что Пабло качает головой и кивнул ему. «Собирайтесь», сказал он. Потом он сказал, «Слушай, Пабло, иди сюда». Потное, обросшее щетиной лицо наклонилось над ним. «Дайте нам поговорить», сказал он Пилар и Марии. «Мне нужно поговорить с Пабло». «Сильно болит?» спросил Пабло. Он наклонился совсем близко к Роберту Джордану. «Нет, вероятно, перерван нерв. Слушай, вы собирайтесь, моё дело табак, понимаешь? Я только скажу несколько слов девушке. Когда я тебе крикну, возьми её, ты её возьми. Она не захочет уйти. Я только скажу ей несколько слов». «Понятно, времени у нас немного», сказал Пабло. «По-моему, вам лучше идти на территорию республики», сказал Роберт Джордан. «По-моё, мы пойдём в Грэдос. Подумай как следует. Зови Марию, говори с ней», сказал Пабло. «Времени у нас совсем мало, мне очень жаль, что с тобой это случилось». «Но оно случилось», сказал Роберт Джордан. «Не будем говорить об этом, но ты пораскинь мозгами, у тебя мозги есть, подумай». «Я уже подумал», сказал Пабло. «Ну говори только быстрее, времени у нас нет». Пабло отошёл к ближайшему дереву и стал смотреть вниз, в теснину и на дорогу по ту сторону теснины. Потом он перевёл глаза на серую, лошадь, лежавшую на склоне, и на лице у него появилось огорчёное выражение. А Пилар и Мария вернулись к Роберту Джордану, который сидел, прислонясь к стволу сосны. «Разрежь штанину, пожалуйста», сказал он Пилар. Мария присела возле него на корточке и не говорила ничего. Солнце играло на её волосах, а лицо у неё было искажено гримасой, как у ребёнка, который готовится заплакать, но она не плакала. Пилар вынула нож и разрезала его левую штанину от кармана до самого низу. Нога лежала на земле неестественно выгнутая. Он поднял глаза и посмотрел на Пилар. У неё было такое же выражение лица, как у Марии. «Ступай», сказал он ей. Она ушла, понурив голову, ничего не сказав и не оглянувшись. И Роберт Джордан увидел, что у неё трясутся плечи. «Гуапа», сказал он Марии и взял обе её руки в свои, «выслушай меня». «Мы в Мадрид не поедем». Тогда она заплакала. «Не надо, гуапа», сказал он, «выслушай меня. Мы теперь в Мадрид не поедем. Но куда бы ты ни поехала, я везде буду с тобой. Поняла? Она ничего не сказала, только прижалась головой к его щеке и обняла его крепче. «Слушай меня хорошенько, зайчонок», сказал он. Он знал, что нужно торопиться и весь обливался потом, но он должен был сказать и заставить её понять. «Сейчас ты отсюда уйдёшь, зайчонок. Ну и я уйду с тобой. Пока один из нас жив, до тех пор мы живы оба, ты меня понимаешь?» «Нет, я хочу с тобой». «Нет, зайчонок, то, что мне сейчас нужно сделать, я сделаю один. При тебе я не могу сделать это как следует. А если ты уйдёшь, значит и я уйду. Разве ты не чувствуешь, что это так? Где один из нас, там оба. Я хочу с тобой. Нет, зайчонок, слушай, в этом люди не могут быть вместе, в этом каждый должен быть один, но если ты уйдёшь, значит и я пойду тоже, только так я могу уйти. Я знаю, ты уйдёшь и не будешь спорить, ты ведь умница и ты добрая. Ты уйдёшь за нас обоих и за себя и за меня. Но я хочу остаться с тобой, сказала она, мне так легче. Я знаю, но ты сделай это ради меня, я тебя прошу об этом. Ты не понимаешь, Роберт, а я, мне хуже, если я уйду. Да, сказал он, тебе тяжело, но ведь ты теперь это и я тоже. она молчала. Он посмотрел на неё весь в поту и снова заговорил, стараясь добиться своего так, как ещё никогда не старался в жизни. Ты сейчас уйдёшь за нас обоих, сказал он. Забудь о себе, зайчонок, ты должна выполнить свой долг. Она покачала головой. Ты теперь, это я, сказал он, разве ты не чувствуешь, зайчонок? Она молчала. Послушай, зайчонок, сказал он, правда же, если ты уйдёшь, это значит, что и я уйду, клянусь тебе. Она молчала. Ну вот, теперь ты поняла, сказал он. Теперь я вижу, что ты поняла. Теперь ты уйдёшь, вот и хорошо. Сейчас ты встанешь и уйдёшь. Вот ты уже сама сказала, что уйдёшь. Она ничего не говорила. Ну вот и спасибо. Теперь ты уйдёшь быстро и спокойно и далеко-далеко и мы оба уйдём в тебе. Теперь положи руку сюда. Теперь положи голову сюда. Нет, совсем положи. Вот хорошо. Теперь я положу руку вот сюда. Хорошо. Ты ведь умница. И не надо больше ни о чём думать. Ты делаешь то, что ты должна делать. Ты слушайся. Не меня. Нас обоих. Того меня, который в тебе. Теперь ты уйдёшь за нас обоих, правда? Мы оба уйдём в тебе. я я тебе так обещал. Ты умница. И ты очень добрая, что уходишь теперь. Он кивнул Пабло, который посматривал на него из-за дерева. И Пабло направился к нему. Потом он пальцем поманил Пилар. Мы ещё поедем в Мадрид, зайчонок. Правда. Ну, а теперь встань и иди. Встань, слышь. Нет, сказала она и крепко обхватила его за шею. Тогда он опять заговорил, всё так же спокойно и рассудительно, но очень твёрдо. Встань, сказал он. Ты теперь это и я. Ты всё, что останется от меня. Встань. Она встала медленно, не поднимая головы, плача. Потом бросилась опять на землю рядом с ним, но сейчас же встала медленно и покорно, когда он ей сказал «Встань, зайчонок!» Пилар держал её за локоть и так она стояла перед ним. «Идём», сказала Пилар, «тебе что-нибудь нужно?» «Нет», сказал он и продолжал говорить с Марией. «Прощаться не надо, гуапа, ведь мы не расстаёмся. Пусть всё будет хорошо в гредосе. Но иди, будь умница, иди». «Нет», продолжал он всё так же спокойно и рассудительно, пока Пилар вела девушку к лошадям. «Не оглядывайся. Ставь ногу в стремя». «Да-да, ставь ногу». «Помоги ей», сказал он Пилар, «подсади её в седло». «Вот так». Он отвернулся весь в поту и взглянул вниз на дорогу, потом опять на девушку, которая уже сидела на лошади, и Пилар была рядом с ней, а Пабло сзади. «Ну, ступай», сказал он. «Ступай». Она хотела оглянуться, «не оглядывайся», сказал Роберт Джордан. «Ступай». Пабло стягнул лошадь по крупу ремнём, и на мгновение показалось, будто Мария вот-вот соскользнёт с седла, но Пилар и Пабло ехали вплотную по сторонам, и Пилар держала её, и все три лошади уже шли в гору. «Роберто», закричала Мария и оглянулась, «я хочу к тебе, я хочу к тебе, я с тобой», закричала Роберт Джордан, «я там, с тобой, мы вместе, ступай». Потом они скрылись из виду за выступом горы, и он лежал весь мокрый от пота, и ни на что не смотрел. Агустин стоял перед ним. «Хочешь, я тебя застрелю, Инглиш?» спросил он, наклоняясь совсем низко. «Хочешь, я могу?» «Нет», сказал Роберт Джордан, «ступай, мне тут очень хорошо». Агустин плакал и потому видел Роберта Джордана как в тумане. «Салют, Инглиш!» «Салют, друг», сказал Роберт Джордан, он теперь смотрел вниз на дорогу, не оставляйся три гунка, ладно? «Об об этом не беспокойся», сказал Агустин, «у тебя все есть, что тебе нужно». Агустин уже сидел верхом, но ему не хотелось уходить. Он перегнулся с седла к дереву, под которым лежал Роберт Джордан. «Ступай», сказал ему Роберт Джордан, «на войне это дело обычное». «Война это гнусность», сказал Агустин. «Да, друг, да, но тебе надо спешить». «Салют, Инглиш», сказал Агустин и потряс в воздухе сжатым кулаком. «Салют», сказал Роберт Джордан, «ну ступай». Агустин круто повернул лошадь, опустил кулак таким движением точно выбронился при этом и медленно поехал вперед. Остальных давно уже не было видно. Доехав до поворота, он оглянулся и помахал Роберту Джордану кулаком. Роберт Джордан тоже помахал в ответ. И Агустин скрылся вслед за остальными. Роберт Джордан посмотрел вниз, туда, где у подножия зеленого склона виднелись дорога и мост. «Так будет хорошо», подумал он. Переворачиваться на живот рискованно, слишком эта штука близка к поверхности, да и смотри так удобнее. Он чувствовал усталость и слабость и пустоту после всего, что было и после их ухода. Вот теперь и в самом деле ничего трудного нет. Как бы все ни было и как бы ни обернулось дальше, для него уже ничего трудного нет. Все ушли. Он один сидит тут под деревом, прислонясь к стволу спиной. Он посмотрел вниз на зеленый склон, увидел серую лошадь, которую пристрелил Агустин, а еще ниже дорогу, а за ней другой склон, поросший густым лесом. Потом перевел глаза на мост и на дорогу за мостом и стал наблюдать за тем, что делается на мосту и на дороге. Отсюда ему видны были грузовики, столпившиеся за поворотом. Их серые борта просвечивали сквозь деревья. Потом он посмотрел в другую сторону, где дорога некруто уходила вверх. Отсюда они придут. Теперь уже скоро, подумал он. Пилар позаботится о ней лучше, чем кто бы то ни было. Ты сам знаешь. У Пабло вероятно все обдумано, иначе он бы не рисковал. Насчет Пабло можно не беспокоиться. И не надо теперь думать о Марии. Постарайся поверить сам в то, что ты говорил. Так будет лучше. А кто говорит, что это неправда? Не ты. Ты этого не скажешь, как не скажешь, что не было того, что было. Не теряй своей веры, не будь цинником. Времени осталось слишком мало, и ты только что заставил ее уйти. сделать для себя. Но может быть, ты сможешь что-нибудь сделать для других. Что ж, мы все свое счастье пережили за четыре дня. Нет, не за четыре. Я пришел сюда в сумерки, а сегодня не успеет наступить полдень. Значит, три ночи и три неполных дня. Будь точен, сказал он, абсолютно точен. «Пожалуй, тебе лучше сползти пониже, подумал он. Лучше пристроиться где-нибудь, где у тебя еще может быть польза. А сидеть под деревом точно бродяга на привале это ни к чему. В конце концов, тебе еще повезло. Бывают вещи похуже, а к этому каждый должен прийти рано или поздно. Ведь ты не боишься, раз уж знаешь, что должен сделать это? Нет, сказал он себе. И это была правда. Счастье все-таки, что нерв поврежден, я даже не чувствую ничего. Он снова посмотрел вниз на склон и подумал, не хочется покидать все это, только и всего. Очень не хочется покидать. И хочется думать, что какую-то пользу я здесь все-таки принес. Старался, во всяком случае, в меру тех способностей, которые у меня были. Ты хочешь сказать, есть? Ладно, пусть так, есть. Почти целый год я дрался за то, во что верил. Если мы победим здесь, мы победим везде. Мир хорошее место, и за него стоит драться, и мне очень не хочется его покидать. И тебе повезло, сказал он себе, у тебя была очень хорошая жизнь, у тебя была жизнь лучше, чем у всех, потому что в ней были вот эти последние дни. Не тебе жаловаться. Жаль только, что уже не придется передать кому-нибудь все, чему я научился. Черт, мое учение шло быстро под конец. Ладно, нечего расстраиваться, сказал он себе, перевернись лучше на живот, пока еще есть время. Да, вот еще что. Помнишь гадание Пилар по руке? Что ж ты веришь в эту чушь? Нет, сказал он, несмотря на все, что случилось. Да, все равно не верю, но она сегодня была просто трогательная. Утром, перед тем, как мы вышли, она боялась, вероятно, что я поверил, но я не верю, а она верит, что-то они все-таки видят или чуют что-то. Сверхчувственное восприятие, так это кажется, называется. так, и так это называется, сказал он. Она нарочно не простилась, потому что она знала, если начать прощаться, Мария не уйдет, уже это Пилар. Ладно, Джордан, давай переворачиваться на живот, но ему не хотелось приниматься за это. Ну, Джордан, давай, сказал он себе, раз, два, три. Должно быть, нерв и в самом деле перервался, когда эта проклятая лошадь придавила ногу, подумал он. Боли в самом деле никакой. Только вот когда меняешь положение, вероятно, при этом кость задевает что-нибудь еще. Вот видишь, сказал он, видишь, как тебе везет. Он потянулся за своим автоматом, вынул магазин из коробки, нащупал запасные в кармане, открыл затвор и заглянул в ствол. Потом вставил в магазин и повернулся лицом к дороге. Может быть, еще полчаса, подумал он. Только не надо волноваться. Он смотрел на склон и смотрел на сосны и старался не думать ни о чем. Он смотрел на реку и вспоминал, как прохладно было в тени под мостом. Скорее бы они пришли, подумал он. Как бы у меня не начало мутиться в голове раньше, чем они придут. Как ты думаешь, кому легче? Верующим или тем, кто принимает все, как оно есть? Вера, конечно, служит утешением, но зато мы знаем, что бояться нечего. Плохо только, что все уходит. Плохо, если умирать приходится долго, если при этом очень больно, потому что это унижает тебя. Вот тут тебе особенно повезло. с тобой этого не случится. Хорошо, что они ушли. Так гораздо лучше без них. Я ведь говорю, что мне везет. Насколько хуже было бы, если бы они все были здесь, рассыпаны по этому склону, на котором лежит серая лошадь, или сбились бы в кучу вокруг меня, выжидая. Нет, они ушли, их нет здесь. Теперь, если бы еще наступление оказалось удачным, ты чего же хочешь? Всего. Я хочу всего, но я возьму, что можно. Пусть даже это наступление оконится неудачей, что ж, другое будет удачным. Я не заметил, пролетали самолет обратно или нет. Господи, вот счастье, что удалось заставить ее уйти. Все шло так хорошо, пока не ударил этот снаряд, подумал он, но это еще счастье, что не ударил учиться беда. Твоя песенка была спета еще когда Гольц получил этот приказ. И ты это знал. И это же должно быть чувствовало Пилар. Со временем все это у нас будет налажено лучше. Походные рации. Вот что нам нужно. Да, нам много чего нужно. Мне бы, например, иметь запасную ногу. Он с усилием улыбнулся на это, потому что нога теперь очень нерв. Ах, пусть идут, подумал он. Я не хочу делать то, что сделал мой отец. Я сделаю, если понадобится. Но лучше бы не понадобилось. Я против этого. Не думай об этом. Не думай об этом. Скорей бы они шли, подумал он. Скорей бы. Скорей бы шли. Нога теперь болела все сильнее. Боль появилась внезапно после того, как он перевернулся и бедро стало распухать. И он подумал может быть мне сейчас это сделать. Я не очень хорошо умею переносить боль. Послушай, если это я сделаю сейчас, ты не поймешь привратно, а? Ты с кем говоришь? Ни с кем, сказал он, ни с кем. Ах, дьявол, скорее бы они уже шли. Послушай, а может быть все-таки сделать это, потому что если я потеряю сознание, я не могу справиться, меня возьмут и будут задавать мне вопросы. Всякие вопросы, делать всякие вещи, это будет очень нехорошо, лучше не допустить до этого. Так может быть все-таки сделать это сейчас, и все будет кончено, а то слушай, да слушай, пусть они идут скорее. «Плохо ты с этим справляйся, Джордан», сказал он, «плохо справляйся, а кто с этим хорошо справляется, не знаю, да и знать не хочу, но ты плохо, именно ты совсем плохо, совсем плохо, совсем, по-моему, пора, а по-твоему? нет, не пора, потому что ты еще можешь кое-что сделать, пока ты еще знаешь, что именно ты это должен сделать, пока ты еще помнишь об этом, ты должен ждать, идите же, пусть идут, пусть идут! Думай о тех, которые ушли, сказал он, думай, как они пробираются лесом, думай, как они переходят ручей, думай, как они едут в зарослях вереска, думай, как они поднимаются по склону, думай, как сегодня вечером им уже будет хорошо, думай, как они едут всю ночь, думай, как они завтра приедут в Гредас, думай о них, к черту, к дьяволу, думай о них! Дальше Гредаса я уже не могу о них думать, сказал он. Думай, про Монтану, не могу, думай про Мадрид, не могу, думай про глоток холодной воды, хорошо, вот так оно и будет, как глоток холодной воды. лжешь, оно будет никак, просто ничего не будет, ничего. Тогда сделай это, сделай, вот сделай, теперь уже можно, давай, давай, нет, ты должен ждать, ты знаешь сам, вот и жди. я больше не могу ждать, сказал он, если я подожду еще минуту, я потеряю сознание, я знаю, потому что к этому уже три раза шло, но я удерживался, я удерживался, и оно проходило. Но теперь, я не знаю, теперь уже можно это сделать, я тебе серьезно говорю, уже можно. но если ты дождешься и задержишь их хотя бы ненадолго, и если тебе удастся хотя бы убить офицера, это может многое решить. Одна вещь, сделанная вовремя. Ладно, сказал он, и он лежал спокойно и старался удержать себя в себе, чувствуя, что начинает скользить из себя, как иногда чувствуешь, как снег начинает скользить по горному склону, и он сказал, теперь надо спокойно, только бы мне продержаться, пока они придут. Счастье Роберта Джордана не изменило ему, потому что в эту самую минуту кавалерийский отряд выехал из леса и пересек дорогу. Он следил, как верховые поднимаются по склону. Он увидел, как головной отряда остановился возле серой лошади и крикнул что-то офицеру, и как офицер подъехал к нему. Он видел, как оба склонились над серой лошадью, узнали ее. Этой лошади и ее хозяина не досчитывались в отряде со вчерашнего утра. Роберт Джордан видел их на половине склона, недалеко от себя, а внизу он видел дорогу и мост, и длинную вереницу машин за мостом. Он теперь вполне владел собой и долгим, внимательным взглядом обвел все вокруг. Потом он посмотрел на небо. На небе были большие белые облака. Он потрогал ладонью сосновые иглы на земле и потрогал кору дерева, за которым лежал. Потом он устроился как можно удобнее, облокотился на кучу сосновых игл, а ствол автомата прижал к сосне. Поднимаясь рысью по следам ушедших, офицер должен был проехать ярдов на двадцать ниже того места, где лежал Роберт Джордан. На таком расстоянии тут не было ничего трудного. Офицер был лейтенант Берренто. Он только что вернулся из Лагранхи, когда пришло известие о нападении на нижний дорожный пост, и ему было предписано выступить со своим отрядом туда. Они мчались во весь опор, но мост оказался взорванным, и они повернули назад, чтобы пересечь ущелье выше по течению и проехать за тем лесом. Лошади их были в мыле и даже рысью шли с трудом. Лейтенант Берренто поднимался по склону, приглядываясь к следам. Его худое лицо было сосредоточено и серьезно. Автомат торчал поперек седла. Роберт Джордан лежал за деревом, сдерживая себя очень бережно, очень осторожно, чтобы не дрогнула рука. Он ждал, когда офицер выйдет на освещенное солнцем место, где первые сосны леса выступали на зеленый склон. Он чувствовал, как его сердце бьется об устланную сосновыми иглами землю. арт 2 п 2 2 4 4 9 10 11 15 18